Как был сильный, так и остался. Центаур. На 10 уровне плюс 5 урона добавили. Да нафиг ему урон с руки идти? Это вообще бред. В одном из талантов. Лич. Лич. Плюс 100 рейнджа на 15-м левеле на 125 поменяли. И плюс 5 ко всем атрибутам на минус 3 секунды времени перезарядки Frost Blast. А на 25 уровне плюс 25 к броне построек 35. Плюс 35 армора он добавляет. Берешь лича и дерево. Главное, ты качаешь до 25-го. Да. И ты просто можешь вышку бить вечно. Еще покупаешь керасу, там просто 70 армора от тавра. Чем угодно. Магией тавр можешь бить. Бласт только пугный. Какой-то будет работать и все. И гола будет работать. Все будет плохо работать. Все плохо работает. Все плохо работает вообще в доте. Обычно. В некоторых патчах. Луна появляется третьим пиком. Да, вот, кстати, Луну мы видим все три игры, которые появляются во второй стадии. То есть, в первой стадии героя не банят. Тот, у кого Луна, тот и побеждает. Кстати, да. Ну, это по-прежнему страшный герой. Совпадение? Не думаю. У-у, мемчики. Мемчики. В общем, мемчики. Какие мемчики? Цитаты великих. Цитаты великих. Да, хорошо. Ну что, третий пик Cloud9. А что же это будет? Задумался Ace. Может быть, Shadow Demon какого-то взять себе? А, куда взять? Уже Рубик Угромаг есть? Рубик Угромаг, да. То есть, только Рубик в мид пойдет? Нет. Это дефолтный. Ноя на Угромаге. Рубик. Трайза. Сейчас ССФ какой-нибудь появится. Может быть, этим героем. ССФ, который будет снять медлей. Будет его облизывать. Еще Трайзера заманили Хастаджеротт. Может быть, сыграть так же, как они играли, как на первой карте. То есть, взять какого-то агрессивного и больно бьющего оффлейнера. Кстати, Вивером у него в оффлейне играет. Хастаджеротт играет даже неплохо. Ну вот, с Луной, с Кентавром надо справляться. Вивер с Лардар пикуют и разматывают. Я не знаю, куда пойдет Слардар, но это пак. Какой пак? Какой пак? Это пак в оффлейне. Мне кажется. Что-то не в мид пак. Лучше пусть он будет в оффлейне. Мне не нравится. Ну, в мид совсем не вариант. Риск потом теряет свою актуальность со временем. Появляются плакинбары. И слишком рискованно брать риск. Да, слишком рискованно брать риска. Русск. Риск. Хороший герой. Что-то секрет вообще пошли по жести по какой-то. Кентавра, андайн, клич. А кто из Тамбу ломает участок? Никто. Нормально не ломает Тамбу. Все ломают, только медленно. Медленно, да. Под блудлаш там ломают все быстро. Так это пока ты ломаешь Тамбу, и он ломает лицо. Есть такое. Урсу какую-нибудь берите. Ну что, главное. Мне пока Пик Тим Секрет нравится больше. Хотя бы потому, что у них же 4 героя. Их больше. Я так и думал, что вот сейчас ранджевик, ранджевик, сейчас какая-то дровка заедет. Дровка Пак Инвокер условный. Инвокер в бане уже. Винд Рейнджер. Что-то такое. Ранджевое. Деваврер мне не нравится. Хотя любят они играть с этим героем. У Дэ еще куда не шло, кстати. Будет тут иллюзия у Ледмонта. Против Ондайинга, Лича Кентавра. Как он будет бить-то? Как это будет? В общем, довольно интересный пик. Секрет. А вот Клауд Найн надо чем-то пробивать. Вот этот жир весь. Чем-то тут. Что-то надо придумать. Просто пикать дровку после Кентавра. Вот начинается атака, нажимается Стампид. Ну да, да, да. И что ты делаешь своим рейдкликом? И уже страшно, да. Странно немного. Ну что, Team Secret. Надо какого-то персонажа, который сокращает дистанцию. Здесь бы очень круто зашел Лайфстиллер, но ты же в мид луну не отправишь? Не отправишь. Не отправишь, да. Поэтому нужно ставить мид. Может быть, опять Тембларка. Да, кстати, Тембларка неплохо. Тембларка очень даже. Она и мид может постоять, и с дровкой справляется нормально. Можно Пашку какую-то взять. Для мида против... Ну да, тоже быстро добирается. Кентавр все-таки есть. Поэтому Пашка в мид с секретом хороша. Да, по-моему, любой герой хорош. Как бы есть еще Эмбер. Эмбер тоже крут. О, кстати, Эмбер, да. Хотя против Сайланса. Да, много Сайланса. Телекинез, два Сайланса. Так что куда? Лучше не брать. Да, это не столь будет весело. Ну, призадумался Пупеха. 35 секунд нужно забанить последнего героя. Но это какой-то рейнджевик должен быть. На оффлейн. А может быть, не рейнджевик? Может, какой-то танк хороший? О, да. А, ну здесь пак, пак, пак про оффлейн. Я просто почему-то посмотрел на пак. Да, по оффлейн, это вот Devourer подходит, казалось бы. Ну, кажись, подходит. Не знаю, мне УД не особо нравился. Все армированные. Луна собирает БКБ. Кентавр там нажал Стампид. Минус Темпларка, да. На этом мы обсуждали. Шикарный выбор. Шикарный выбор. Не жадно ли? Мне кажется, не жадно. Нормальная Медуза, под дровкой. Это довольно весело. Рубик и Гермак. Вот многое от них зависит. Как они отбегают здесь. Кого надо взять в Мид? Давай подумаем. Против Медузки. Инвокер в бане. Через ЕМП не получится. Сларка ты в Мид не поставишь. Что я сейчас скажу? Вайпер? Пожалуй, не буду. Я уже начинаю, знаешь, как наши аналитики Джеки Роса просят годами. Так же вот я сейчас буду Вайпера годами просить. Ну, Джеки Рос сейчас чаще, чем Вайпер. Это, кстати, обидно. Вайпера должно быть. Как бы Вайпера. Ну да, понятно. Модельку новую нарисовали? А не берут. Давай, секрет. Вайпер. Фантом Ассасин. Да, вот это неплохо. Виктор, неплохо. Неплохо. Вы молодец. Как там в чатике? Повышение? Повышение? А, есть увольнение. Увольнение есть повышение. Уволен, уволен. И повышение. Да, я понял. Ну, повышен, повышен Фантом Ассасин. А так показывали же нам это против контактников. Не, не, не. Хастажер Ротт играл на ней. Ну да, да, да. Они... Только это другая команда, понятная. Но, опять же, показывают, как тяжело Дровки играть против той же ПА. То есть запрыгивают. Бодаться она нормально не может. Она стоит в упор, стреляет. Приходится использовать сразу ГАСТ. А если там есть Black King Bar, то все. Провал. Ну да, ничего особо не поделать. В общем, пик секрет мне нравится больше. Несмотря на то, что там старта с Дровкой. Но зато здесь все... Да, у Вити есть ковер. Витя апгрейдится. Витя есть... Правда, мышки нет. У нас нет мышек, чтобы вы понимали клавиатур. Да, потому что нам они не нужны. Мы по обзерверу комментируем. Но у Вити есть ковер все равно. С котом где ты его взял? В Бостоне купил. Мне же сказали, у вас нет, говорит, ковров на компакте. Вам надо подмышки купить ковры. И я зашел и выбрал себе ковер. Да, это классный ковер. Это у Дреда когда-то такой был ковер. Когда он еще активно играл в ДТС и так далее. У всех были... Когда начинались, значит, там модные стил-серии с ковры. Какие-то люди там все про... А у Дреда был такой, как у тебя размером ковер. На котором, блин, я не вспомню, что там было нарисовано. Но прям такой маленький и прям заезженный. Ты можешь рассказывать любые истории, но ты никогда не переплюнешь поинт-бланк. А что поинт-бланк играл? И сказал, что ему неудобно было играть, потому что дома он играет на кухонном столе. Без коврика. И он просто кухонный стол с собой возил? На следующий LAN он привез квадрат вырезанного кухонного стола. Там вот такая доска была, ДВП или еще что-то. Это сильная. Вот такая. Она даже есть в каком-то ролике Старладера. Там вот эти Day One, Day Two. Его сбоку снимаются. У него лежит кусок фанеры просто огромный. Толстый. Он не тоненький такой, знаешь, который гнется. А тот, который... Вот как наш стол, вот копия. Я понял. Это элитно, это элитно. Вот это настоящий киберспорт. Киберспорт просто. Киберстройка. Да, Ноя у нас на Угрмаге, Райз на Рубики, Хест Джероте на Паке, на Медузе Бэйби Найт, конечно же, и Эйс на Друб Рейнджера. Все понятно. Все понятненько, все разобрали. Так, ну, я не знаю, если Cloud9 затянут каким-то чудом на 50-60 минут, они умеют, мы знаем. Да. То там будет трудно их победить. Потому что Медузка, Слонгей из прожала, Фантомка не бьет, она вплотную только может драться. Ну, ты знаешь, мне кажется, легко будет затянуть просто по той причине, что, ну, как бы, герои позволяют стоять, отстреливаться, отбиваться и так далее, и так далее, и так далее. То есть это более-менее. Это вполне... Не знаю, мне вот не нравится Медуза, вот в начальной стадии вот приходится прожимать щиток, ты уже потерял половину здоровья, сейчас из тебя вышибают ману. Но Медуза на ранних стадиях мне вот совсем прям не нравится. У Сикрет Пик в разы агрессивней, то есть там Тамба пошли давить лич, вот этот Чайник полетел, все уничтожает и так далее. Здесь как-то все пассивней, что ли, намного. Да, тут мы видим, что и на трипле, по сути, отбиваться надо будет, потому что Эмпи и Пупей будут фармить, будут фармить без каких-либо проблем. А, и Хэстеджеротен и Ноя, ну, могут напрягать, хотя, ну, если так вот Пупей будет подставляться, придется кушать тангусы. Ну, ДиК, конечно, штука крутая. Ну, не настолько, как хотелось бы. Да, мне кажется, у Сикрет поначалу должно быть все хорошо. И учитывая, что там, как бы, дровки нужен левел, что Медузе нужен левел, то будут они... Пупей, Пупей, аккуратнее, он очень жирный. Он арбу не поймал, так поймал. Ты сейчас здоровья, так что будешь жить еще очень долго, да. Я на 100% уверен, что его там вряд ли смогут убить. А здесь Кезу, Кезу тоже должен получать X-Pull, должен эти пулы фармить вместо Райза. Он это и делает. Ну, что, и Крепочков умудряется отвести, так что вообще все замечательно. Райз, что ему делать? Он будет мутить какие-то... Он держать Крепок на себе сейчас будет? Ну, ему трудно делать это без щитка, без всего. То есть он сейчас все тангусы потратит на такие мувы. Да, ну, и, как скажи, Ротен. Он забафанный, может постреливать по МП, выходит пупей, пошел дикей, можно дать бимчик какой-то. Знаешь, пока луни не особо дают фармить, несмотря на то, что, казалось бы, есть онтайн, который должен, должен помогать, должен отгонять в зоне как-то ребят со флейна. Не особо хорошо получается это делать. Тут много динайд, очень пак. Ну, хотя ладно, двух крипов применец динайл. Но в итоге МП страдает. Девять крипов у него. Его переластхичивает пак. А это печально, когда станет своим изюмей. И это еще дровка не шестой, да? Да. А дровка сейчас быстро пахнет. Да, да, да. Ее еще оставили тут одну. Райза особо не мешает. Он больше изюм так вот воюет. Дров рейнджер довольно быстро, действительно, больше стендавром уже четвертый. Так что тут Эйсу еще две минутки и все у него будет просто шикарно. Будут появляться и факты хорошие. Тревожное начало для Сиклип, потому что очень хорошо на топе все и очень хорошо снизу все. Ну, правда, в виде Медузы все плохо. Пупей, пупей, но получал. Ты посмотри, пошел станчик, а тут буквально пару тычек надо от пака и неужто это ФБ. Да, это ферст бат в исполнении пака. Как-то слишком утешево. Слушай, как же... Много демэджа. Да, очень много демэджа. И пайлайдай есть вот здесь, но пайлайдай ничего не может сделать. Пайлайдай может кушать крипов разве, что большей помощи от него. Не дождешь тут, блин, но когда у тебя даблана сложно делает фраги, и ты еще играешь с дровкой, с Медузой, это прям очень хорошо. Ну, я ничего не боюсь. Ну, и вообще бесстрашно. А, что не мы сделаем? Ничего. Ну, еще пак есть. Преорбой может пайлайдая побить, и пайлайдая будет неприятно. Пайлайдай, хостучер ротен, как опасно-то. Стики. Стики скушал. Ну, да, там Дикеев, я так понимаю, накидали 12. 400 хп максимум, да. Поэтому на нем любая тычка так отображается увесисто. Так, ну и Мидуан 20 на 6 против 12 на 3. Пока выигрывает Мид здесь Фантомка. Ну, это пока. Понятное дело, Медузе поначалу очень сложно, но потом-то будет все попроще. Намного проще будет Медузе. Когда появится Мистик Снейк, можно будет творить чудеса. Так, на топ-руне встреча, хостучер ротен, забафанный, ух. Ой, не допрыгнул. И можно наполнить чудес, но он пока быстрый, пока быстрый. Да, будет даже Дикеев, ничего страшного. Такой раздутый этот пак под Бл-Бл-Блаз там. Жирный, жирный пак. Вообще-то он рельефный качок. Рельефный качок. Если поставить лодскрин с паком, то там видно, он прям... Потому что он рельефный качок, ну ладно, ладно, ладно. Ну что. Дрорейнджер, шестой уровень. Есть ультимейт. И паку сейчас становится еще проще. Да, сейчас ситуация может... Ого, даже на Кентаври отображается неплохо это все дело. Так, конечно, неприятный и самой Дрорейнджер. Ну, не настолько, понятное дело. Сейчас у Медузы с демиджем все становится внезапно очень хорошо. У пака еще лучше. Пака 16 на 4, но есть форсблат, не забывая. Это, считай, то же самое, что 20 на 2 у луны. Даже лучше, возможно. Райс. Пайлайдай. Если сцепить или кинезом, зацепили. На месте его оставил, решили не убивать. Райс, я думаю, может, надо... Уровень мало. Пригора, говоришь, забросить. Да, но у него там 80 с руки тоже имеется. Можно бить. Да, у Дрорейнджер 140, конечно. Формиться очень-очень комфортно. Таким демиджем. Станчик ПМП. А есть ультимой тупака? Есть Сайланс, как минимум. Это уже достаточно. Пытался за... Ой, как больно. Ты посмотри, залетает. Только они и зомби размотают. Да, размотают. Пупей понимает, что ему отсюда не уйти. Ки-кей скоро будет. Здесь пошел арморчик. Пошел стан, арбайта, минус 2. А лича побить? Можно. Пошел из найт. Если не будет ТП, ну хэстерджерот инбит, ему надо отпиться. Слушай, ноя, ты посмотри, какие пуски отрывают. Это под армором. Отойти, отойти, отойти. Ноя погиб, ноя погиб. Слишком далеко. Медван прилетел. Ну нельзя так наглеить. Ну слушай. Да, далеко пошел. Он, наверное, рассчитывал, что Пака ему поможет арбой. И в итоге они по айдая заберут. Но мы видим, что не хватило. Да, но это было весело. Прям очень весело. Если бы там убили трое, он снизу пытается уйти кис. Боже, как же больно сейчас. Настреливают. Пока рейтклик работает на ура. И будет работать дальше. Надо еще. Маура как бы в 3 пока. Будет 4 еще. Прожмет. Блин, больно. Вот сейчас больно стоять против этих героев. А когда они еще будут собираться и как в тире расстреливать вышки, как дефить их не совсем понятно. Ну вот сейчас уже начинается тир. Вот Рубику тоже надо бить. У Рубика как бы тоже дэмэдж очень много. Ну Рубик зонит просто. Он пытается кого-то зацепить Кентавра. Того самого не подпустить к вышке ни в коем случае, чтобы он крипов не забирал. Ой, Кентавр, кстати, нет ультимейта. Ну куда ж так нагло, кезы. Телекинез. Ну трудно настрелять его. Пошел Сэленд. Здесь Пашечка должна прыгать в эйс. Сэйс. Под лудластом просто бежит. Будет ли крит? Есть крит. Это минус. Аною. Аною засловили. Мидван. Мидван очень много фрагов сейчас наберет. Мидван сейчас зарабатывает очень много денег. То есть все правильно делают Клауд Найн. И мы так надо давить. Надо чуть-чуть осторожнее. Потому что их все входит. Надо давить, но еще одного персонажа сюда. Потому что вот они пошли это делать втроем. Если бы они не убивали Кентавра, а просто били вышку, все было бы идеально. Они просто очень много хп потратили. Ядровка практически убилась от Кентавра. Там еще и вышка пару тычек сделала. И в итоге мы видим, чем это закончилось. Мидван. Почти восьмой уровень. Тысяча стон в руках. Скоро доедался. Он топ-1 покрепал еще. Скоро дезолятор. Скоро доедался. Это было бы страшно. Пас доедался. Не знаю, что у Фрид вылетает. Тысяча три стон в руках. Да, Блэдстоун есть. Ну что, пушить будут? Ну, с Блэдстоуном Тавр почему бы не побить? Есть несколько крипов, никто сюда не летит. Там в миде, к примеру, не пытается Ноя забежать в Пупе. Но Пупе погибли. Да, Пупе зацепили. Пошел Сэмонс рановат. Конечно, кто стампит откатился. Да, стампит. Это помогает. Но Ноя прыгать, я думаю, не стоит. Все нормально, Мидван. Давай, не боись, Бран. Он ждет пока кейт. Сейчас был внутренним голосом СНГ команд. Все нормально запрыгиваю. Ничего не бойся. Мы подсейвим. В крайнем случае нет. Но мы постараемся, по крайней мере. Кто мы-то? Кто мы-то? Я тут один. Тиммейты. Настоящие тиммейты. Так, ну что? Пайлайдай. Шестой получает. Пытается от варанжу. Как месит. Это Лич дышит? Слышит? Да. Он как Бэйн. А зачем он дышит? Он за скелет. Не знаю. Ладно, это он не дышит. Это у него, не знаю, восполняется силой для стюжедной тычки. Что ли? На выдохе кидает. На выдохе, да-да-да. Понятно, понятно. Так, есть вызывы у Медузки. Есть, надо быть аккуратней. Райс, конечно, на подсейве, но только четвертого уровня. Песятая минута у нас пошла. Засканили, знают сейчас секреты, что там люди за тавром стоят. Они готовы, в принципе, врываться. Четыре человека здесь. Здесь Кизу пока не палится, что у него тут много людей. Ну, я думаю, они ощущают, что здесь много людей, потому что на топе пак без боя забрал вышку. Пошел Мидуан. Есть два ТП. Два ТП. Эйс, Эйс. Пошел Гаст. Эйс максимум пытается выдать с того. Есть Дримкоил. Хороший пошел. Чайничек по двоим силу залетает. Райс рассыпается. Металли есть. Ой, Кизу рассыпается. МП получает сэланс. Работает Эклипс. Костажеротон. Дабл килл. Ну, два в три. И самое главное, что ушел, наверное, отсюда Мидуан. Очень хорошо на ТП шились ребята из Клод Найн. Смотрю, что дровку потеряли все. Ауру потеряли. Ну, молодцы, Клод Найн. Молодцы, хорошо отбились. И первый раз Бэби Найт. Что там у пака, мне интересно. Он сейчас сделал дабл килл и при этом забрал вышку. Да, у него блин, читай, готов. Если он будет делать, блин. Ну, что ему делать? Не знаю. Дезолятор? Дезолятор на паке. А почему бы и нет? Не, ну, хороший. Ничего хорошего. Пошутили и хватит, Вилат. Дезолятор на паке. Шикарно, блин. В оффлейне. Какая разница, какой у тебя герой. Хэст Джероттен. На первой карте была фантомка с дезолятором. Сейчас будет пак с дезолятором. Вообще-то, а врыв есть? Все. Врыв есть, можно пояснить. Криты доберем. Вот тебе и та же фантомка. Да. Бэби Найт. Фармит в миде. Вы что, не хочет добить что-то? Слушай, Бэби Найт. Стата тоже довольно неплохая. И по непорту мы видим совсем чуть-чуть от пак. Врыв. Он весь и уходил. Он вышку хочет добить. Очень хочет добить вышку. Дэнай будет? Нет, не будет Дэнай, а Бэби Найт отходить. А тут, эй, слушай, Кезу появился. Телекинез ведь будет подтащить наверняка. Пашечка пошла в эйс. Эйс, два крита получил. Ставится Дрим Койл. Арбой попадает под Мидвану, он просто расцепается. Да, тут почему-то никто не помогал Мидвану. И Кезу можно было бы как-то бежать туда вместе с Мидваном. Но так и забили просто на него. Сказали, ну, давай, брат. Ты стараешься, старайся. Справишься как-нибудь без нас. Так, и вот четыре ленджевика начинают пушить Т2. Вышки уже практически нет. Только отключится фортификейчный, ее, наверное, снесут секунд за пять. Слушай, Пак очень много денег сейчас заработал вообще за последние несколько минут. Потому что еще и сбить доминая пистрика, это тоже довольно важно. Еще и тавр забирает каста Джероте. Ну, даггер у него уже есть, я так понимаю, тысячи сто пять. Можно и дезолятор добавлять. Дезолятор, боже, я сегодня дезолятор уже назвал тремя разными способами. У меня уже был Дейдаус. Что у нас еще на D есть? Да много разных артефактов. Непонятного характера. Так, Бэйбинайд продолжает. Линку, он хочет шесть тысяч. Уже шесть тысяч. Это мало, надо больше, надо больше. Но не с Медузой играют, поэтому это неплохо. То есть, когда у вас Медузка, вот он готов, что у Драгон Лэнс. Статы теперь ее так быстро не зафокусить. Да, мы видим, что топ-2 по Нетворцу топ-1 по Аксу оффлейна. Это очень круто, конечно. Дроу Рейнджер не отстает особо от ТП-шки. Ну и Луна имеет 3 800. Это, конечно, мало. 3 300 у Гармага. Гармаг, конечно, который от Луны отстает на 500 голды на 13-й минуте. Это прям мощный у Гармаг. Так, тут Дезолятор уже почти есть. Фантом Ассасин. Может быть, Смог какой-то? Крипчик есть, там Пит есть, клипс есть. Да, можно подраться, слушай. Айн там на Т2 находится Клауд Найн. И сейчас очень быстро, опять же, расправится с Таваром. Он настреливает эйс, стратификация нет, они его потратили в миде и охраняют здесь. В скан Радион завязали. Они знают, что прямо сейчас на них никто не бежит с Лиаса, так что можно чуть подождать. Даже бублаз накидают. Так, и вот тут погибнет, погибнет, погибнет смертью храбрых. 125 денежек дают теперь за Игоря Николаева, да. Так, это за любого, да, в принципе. Купей побежал. Тамбул ставить, конечно, не смысл. Тамбат падает в секунде просто. Расстреляют тамбул. Ну, отступают, смотри, Клауд Най, не хотят пока драться. Хотя, может быть, драться и хотят, но не под вышкой. Они хотят просто на своих правах драться, когда они будут готовы стоять очень хорошо, так, чтобы, не знаю, не ворвалось... Чинфроз, чтобы легко было бросить, скажем так. Полетел, полетел Кезу. Сейчас будет ли в атаке, будет ли в атаке ультимейт прожиматься. Тамба, тамба, тамбу, тамбу не уничтожили, тамбу не уничтожили. Убили. Ну и все, отступают. Кезу замерз, Кезу превратился в камень. И от ультимейта Луны все вернулись. И Луна еще и застанилась. Луна погибает. Ужасный врыв, потрачен Стампит, потрачен Эклипс, потрачен Чайник Лича. Не убили ни одного героя, обоминает фуловый Эйс. Фуловый, они сейчас достреливают Т2, и я бы на их месте пошел расстреливать Т3. Нет ультимейтов, просто нет ультимейтов. Клод9 так не играет. Мы это знаем. Я забыл, извините, был напуган. Клод9 так не делают, и, конечно же, отойдут. Но Т3 пойти побить с рейнджа можно было бы. Это абсолютно верное было бы решение. Действительно, не было ни одного ульта. Единственное, что пришлось бы делать, это к Мидвану прыгать в драку и пытаться прям зарубиться. А кого он там зарубит? То есть сейчас дровка уже, она тоже статовая. Мидван с дезолятором, конечно, и сейчас ему надо апнуть. 12 уровень, дабы получить вторые криты. И намного проще будет. Даггер появляться в кентаврах. Вот надо было до файта его получить. И можно было ворваться и зафокусить хоть кого-то. Возможно. Бейса хотя бы прыгнуть на фото. Не говорю уже про Бэйби Найта. Вот Агирошана забирает Клод9. У Клод9 очень светлое будущее. У Клод9 все очень хорошо в этой игре. Главное не ошибаться. Но опять-таки ты играешь с дровкой, и поэтому надо быстрее. Но с другой стороны ты играешь с медузой. Можно и подольше, да? Время есть. Вот это чертик ангел. Да-да-да. Быстрее. Не медленнее. Быстрее. Не надо медленнее. Да. Ну что, Бэйби Найт. Тут же ТП на ботом собирается задать. Т1. Выгонит отчет, конечно. Тыпсерику носится. Быстрые. Быстрые медузы. Да. Бэйби Найт, опять-таки, его задача понятна в этой игре. Стой. Жди, когда... Тут и ворвется, чтобы нажать с тумбейс и настреливай. Да, когда нужен будет план Б, что ли. Не знаю. Что ты и без плана Б разберешься. Мало очень у АМП. Очень мало. Доминатор, ПТ, Аквила. Драгонанс. 4,400 на Творца. О, Гармага 4 тысячи. Да? О чем речь? Как это было и 5 минут назад. Разница там в 500 голды между Гармагом и Луной. Ну, вы понимаете, что это... Это не считается. Будут давить. Будут забирать сейчас Т2. Я так понимаю, смок использовали Cloud9. Да. Так и есть. Кого-то поймать и можно забирать Т2. Ну, скорее всего, поймали уже, считай. Мидуан отсюда не уходит наверняка. Да. Сайлент, Сайлент, Стримбойл. Какой TP-аут? Да, тут TP-аут. Ну, не пахнет, конечно. Я просто рассчитывал тут. Все, О, Гармаг бегает, вешает Фруст Армор на Айса. Второй О, Гармаг вешает Блодласт и прям забафанная дровочка. Бафферы О, Гармаги. Бафферы О, Гармаги. Т2. Т2, Cloud9 играет как по книжке, они по очереди забирают все цели. И никто им в этом не мешает. Странно, когда ты играешь против Медузы, а она топ-1 от Ворса на 16-й минуте и разваливает тебя с руки. Это, это очень недобрый весник. А вот сейчас надо побить Т3, однозначно. Стоять, стоять и бить. Конечно, они так и будут делать. Заход на хайграунд. Пока что висит Фруст Армор. Ну, Гармаг танкует. Ну, это не 25-го лвла, просто Армор на вышке. Сейчас упадет же просто. Да, и бараки начнут падать. Кизу запрыгнула на Баби Найт. Это не имеет смысла. Ветра подняли, не будут ловить Кизу. Просто отпустили от него. Так вот, немножечко подамажат. Слушай, немножечко очень похоже на его смерть. Скоропостижную. Ай-яй, пупей. Тамба, тамба. Тамбу тут же расстрелять. Тамбу тут же расстреляла Медуза. Нет, еще надо добить. Добили Тамбу. Тамба упала без проблем. Столы тратить безидейно. Как драться собирают сейчас. Просто же стоит Баби Найт. У него абсолютно фуловая мана. Стоит дровка. Настреливает под бутластом. Упадет же оранжевый барак. Милишному тоже, наверное, недолго жить осталось. Как же классно-то реализовывается стратегия с дровуренджера. Райс побежал. Поднял Эмпи. Эмпи надо поосторожнее, потому что будет газ. Есть газ. Есть газ. Эмпи. Как разваливает Эмпи. Не успеет ничего сделать. Байбека нет. Байбека нет. Падает первая сторона. Переключаются. Добивают милишный барак. Купе. Дикейм добивает, конечно, Огрмага. Но в сторону забрали. Можно отойти. Да, нужно. Спокойно можно отойти. Не будет никакого врыва, я думаю. Нет бафа. Нет бафа. Эмпи. Осторожно. Осторожно. Пришлось нажать стампит. Побоялись, что зацепят телекинезом. И может плохо закончиться. Да, очень четко все сделано. Забрать надо Шрайн. Сейчас команде Клауд Найн. Раза не убегают уже сюда. Почему бы его не убить? Все абсолютно... Ой, ну все. Это... Я не знаю. Не надо. Играет Клауд Найн. Никогда не говори этого. Не отыгрываются такие игры? Да. Когда у нас Клауд Найн на карте, никогда нельзя варить, что тут игра уже выиграна. Ну сейчас они намного агрессивнее стали. После вчерашних каток они сейчас просто получают прямошту. И на первой игре мы видели, и на третьей. Мы видим, что они реально играют. Они наблюдают за тем, как играют команды соперников. АМП пытается фармить. Только-только у него сейчас появится Драгон Лэнс. Очень мало. Но он не может оторваться даже от Огр-мага. Это показатель. Солар Крест появляется у Огра. Ой, как больно будет. Страшная сила. Вот сейчас Кентавра цепляют. Минус 12 армора. Да. Там, конечно, есть Лич. Он часть этого нивелирует, но... Ну, Личу, Личу, еще надо успеть повесить. Все равно минус 12. Это страшная сила. А тут, конечно, других минус армора, по-моему, нету. Там Блайт Слом, по-моему, упак был. Ну, Пак, а ну еще минус 3. Немножечко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Секреты, секреты. Есть скан. Скан Рейдин. Ты очень хорошо знаешь, где секреты. Не знаешь, что секреты на своем шрайне. Они не будут спешить. Пусть выходят на них. Пусть выходят. Можно постоять на хай-граунде. Можно постоять на хай-граунде. Отличная позиция. Спалил спум-мейс. Они в спину попытаются зайти. Медван уже побежал. Медвану очень надо зарезать. А кого? Кого-то. Ну, Райза, наверное, а кого? Самый тонкий Райз. Просто на хай-граунде придется драться. Правда, с другой стороны ворвались. Пак успел. Пак успел. Ой, как все четко. Райз запрыгнул. Поднял одного ультимейт Пака по троим. Стоунг есть великолепный. Да, без шансов. Есть байбэки, конечно. Это ГГ. Абсолютно фуловый Клауд Найн. Тут МП оказался далеко. Медван забрал одного Пака. Убили. Но МП тоже убили. И имеет байбэк. Надо его делать. Четыре байбэка будет сделано. Пупей, пупей, пупей. В форму вошел. Ну, поздновато. Немножко Медван пытается еще жить. И вот тут же подставил Райз. Райз неплохой. Райз очень классно все делает. У Райза ворованный стан кентавра. И... Ну, четыре байбэка они здесь выбили. Но, правда, умрет, скорее всего, еще и Райз. Зачем он выгудился? Мак, байбэк. Непонятно. Они решили через Шрайн и прилететь подраться. Тогда надо и Рубику делать. Слушай, Медван триплкилл. А кто еще делал байбэк? Ага, еще и Пак. Пак тоже умер, да. Слушай, на минус четыре там. Все в минус подрались. Четыре байбэка от Team Secret. И два байбэка от Cloud9. Ну, Secret отдали все, чтобы эту драку как-то пережить. Как-то отбиться. Не потерять вторую сторону. Пережили. Кастачи Ротен вот так вот опасно делает. Ой-ой-ой, он сейчас умрет. Если байбэка. Это Cloud9. Я... Ты знаешь, за какую команду я начинаю болеть сейчас. Ну, найм. Кто там еще выкупался у нас? А, у Гермах выкупался. Что они делают? Вот объясни, зачем? Во-первых, зачем байбэки? Первый вопрос. Зачем байбэки? Вообще спокойно сидите в таверне 20 секунд. Потрачено четыре байбэка со стороны Эннами. Идете, забираете любого героя. Он не может выкупиться. Спокойно заканчивайте игру. Ну что, 20 тысяч. И эпопея под названием Cloud9 проигрывает 20 преимуществом. Начинается. Смогут ли Сикрет отыграться? Ну, сейчас заберут Т2 наверняка. Это, это, это крутая, это, это уже круто. У, у этой игры появилась изюминка. Изюминка? Это практически целый кекс, я бы сказал. Кекс с изюмом. Фабрика изюм. Да ладно, эйс. Ну хорошо, недвижно. Эйс, тычечка по МП. Врыв какой-то будет. Бобинайт, куда-нибудь бобинайт. Того же можно поймать. Райс, поймали МП. Надо как-то засейвить. Есть сейв. Ноя никого догнать не может. И? Ломали Тамбу. Тамбу сломали, да. Ну что, вот они пятеро. Ну идти, Cloud9 надо. Ну, понятное дело. Пошел смок, моментально. Байбеков там нет. У этих секретов вообще никаких. Так что надо просто зафокусить кор персонажей. И они в игру не вернутся. Да, просто очень четко двигаются. Первый бежит Медузом. Прямо к стаджу на рот. Ай, минус. Да, тут МП никак не выживает. Байбека у него нет, мы прекрасно знаем. И минуты его не будет. Крипы, правда, очень далеко. На ботами есть крипы. Можно спокойно зайти и попушить. Но стесняются. Они забыли об этом. Шрайн, наверное, пойдут бить. Шрайн, это все-таки еще стоит. Ну, тоже правильная идея. Я люблю эту команду Cloud9. Она особенная. У них вот есть вот эта способность закидывать незакидываемое. Раньше это было, помнишь, чудесный сайт WhenEG did last row? Или WhenEG did last row? Когда ЕГ последний раз игру закиданули. Вот ЕГ любили в 14-м, в 13-м году закидывать. Какая-то реклама, знаешь, такая вот прям очень смешная. Не, 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 вот это. Мы дарим вам возможность. А, да, да, да. И там Cloud9 состав стоит. Каждый раз мы дарим возможность. Если вы думаете, что вы уже проиграли. Для них можно, они могут снимать мотивационные ролики для молодых игр-спортсменов. То есть там BabyNight и Rise такие разворачиваются. Шанс есть всегда. Никогда не сдавайся. Никогда не пиши GoodGame, пока не упал твой трон. Ты выиграл 20 тысяч, не пиши GoodGame. У тебя еще есть шанс закончить эту игру в свою пользу. Да. Итак, Smoke от Secret. Мидван, правда, не в смолке. То есть, по сути, это может быть такой бейт. Но его не видно. Ну, тут Ace расстреливает пока Ancient. Это вообще не спокойно. Почему они не хотят пойти на сторону? BabyNight, кстати, далеко. BabyNight далеко. Да нет, засейл. Его быстро так не зафокусит. Я думаю, там дэмэджи не хватит. У него линка. Там только один стан. Даггон появляется пока. Психанул называется. Страшно. Ну, давайте Secret. На врыве. Да Cloud9 на врыве. Идите на хайграунд. Где моя плетка? Она у Игоря Николаева в руках. Не, Рошан, Рошан. Дождались Рошана. Сейчас заберем Рошанчика. И потом... Я в чем без трубалку? Ну, под Солар Крестом, конечно. Айгис. Пойдет. Сульгарач, кстати, появился у Дровки. Сейчас намного-намного опаснее для Мидвана будут. Вот эти врывы, попытки быстро кого-то снайпнуть. Этот раз, как только его зацепят, его тут же не отпустят. Ну, БКБ, конечно, но это такое. У Луны ничего нету. Ничего нового нет. У Кентавы ничего нету, да. Рецепт на что-то есть у Кентавы. У Стэша. У Стэша в седьмом статей. Не знаю, на что там рецепт. На что-то. А, ну, теперь понятно. Неплохо. Кстати, против Клауд Найн это действительно неплохо. Много физатаки. 18-11, 25-ая минута. Клауд Найн подпушивает верхний. Напомню, нижней линии нету уже минут 10. То есть, как раз таки на 16-й там снесли. И что, это обязывает их снести вторую? Ни в коем случае. Нет, никто об этом и не говорит, что обязывает. Все, нормально. Сейчас надо... Время есть. Можно его есть. Есть, Волдер. Какую рекламу? Я не знаю, у вас была или нет. Какая? Премя есть. Есть, Мелдер. Не, не было. Теористики такие. Да, да, да. Я знаю, Мелдер. У нас их никогда не... Я их по рекламе Бэткомидиана знал. Они ему оплачивали. Бэттрип. Америка. У нас просто никогда не было этих Меллер. Ну, были, по-моему, но они были не популярны. Не популярны, а у нас не популярны. Так, ну что, заход на хайграунд? Да, пошел. Бэби Найт просто заполз и начинает настреливать. Ну, он не чувствует дэмэдж от всяких ключей. Падает пока только вышка. Сбивается Линка. Стоит собака. Прыжок. Вейса. Аккуратно. Надо быть здесь. Мидвана. У него, конечно, есть Блэккинг Бар. Но Баракт уже упал. Да, и второй, кстати, тоже упадет абсолютно без каких-либо проблем. Они ничего не будут делать. Они уже опоздали немного с делами. Но осталась последняя. Ну, пойдут на нее. Смысл уходить. А Егис есть. Ничего не потрачено. Вообще ничего не потрачено. Ни с одной стороны, а страна потрачена. Ну, ты знаешь, есть мнение, что вот прямо сейчас звание чемпиона китайского мейджора будет потеряно. Напомню, что прошлый китайский мейджор... Ну, мы уже таврились с вами, да, что так мы называем таким китайским мейджором. Не плановым, но китайским мейджором. Тот же организатор. Приблизительно такой же призовой. Приблизительно то же время. Ну, тогда вот мы как раз зимой. Ну, лагов меньше. Ну, лагов меньше, да. Ну, и чемпионами, напомним, секрет были тогда. Два игрока с того состава осталось. Бэйбинайт. Пошел станчик. Попытка по шустрику за фокус. И вбилл до силанса. До силанс. И просто нажимает ультимейт. Да, залетает чайник. Попадает только в одного Бэйбинайта. Все замерзли. Он расстреливает Т3. Еще один прыжок. Сбили линку. Савится тамба. Мне кажется, он вообще это не чувствует. Сейчас надо переждать тамбу, конечно. Потрачен чемпродук. Не был потрачен, правда, ультимейт. Лумы. Сломать не деньги, не деньги. Да это такое. Денег уже хватает. Сейчас просто чуть-чуть переждать. Тамба упадет. Крипы подойдут следующие. И можно идти еще раз на хайграунт. По той же схеме абсолютно. Заходит Бэйбинайт. Может подождать стонгейза тогда? Возможно. Возможно стоит подождать стонгейза. Зафармить. Ну, что, из-за руны Регена сходил. А, ну, тогда. Тогда можно просто идти вот так. Чего печалиться? Сейчас пойти, потерять еще 2 тысячи здоровья, полторы тысячи иманы. Отойди, отрегениться и зайти еще раз. Ну, так и будет делать, кстати. Сбили Линку. Хезу ворвался. Может быть, Телекин Эс. Есть Телекин Эс. Надо его затащить вниз. Эйс Пайлайдая убивает просто. И он его убьет. Да, он его убил. Ну, там и Хезу в это время убьют. А, не добил Пайлайдая, кстати. Но, мидван на эйса. Байбека нет. Байбека нету Кентавра. Просто стоит, бьет вышку Бэйбинайт. Что ему сделать? Ну, сбили Линку. Эйс не особо страдает. Есть ультимейт Пупея. Пупея куча урона. Мидван пытается сбрить. Пака не получилось. Фокус по Мидвану. Пока бегает, чтобы не разорвать. Дримкойл погибает. Здесь уже Луна. Мидван запрыгивает. Минус Пак. Неплохо. Но, что дальше сделать? Чайничек пошел неплохой. Правда, рассыпались бараки. Это уже мега-крипы. Хоры в таверне. По-моему, Team Secret покидают данный турнир. Да. Гуд гейм. Да, Team Secret, которые с боями, с серьезными боями пробирались в этот плей-офф, ставили за бортом турнира команду Na'Vi, напомним. Сначала проиграли у Na'Vi, потом у них выиграли. Team Secret занимает четвертое место в европейском регионе и не попадают на Dota 2 Asia Championship. Не смогут защитить звание чемпиона своего. Своё чемпионское звание. На мейджоре, что ли? Браво, Cloud9. Cloud9 мы завтра увидим. В финале Лузеров, возможно, и в гранд-финале. Cloud9 осталось сделать самых два шага до поездки в Шанхайм на финалы Dota 2 Asia Championship. Ну вот, сравнивать на мной и Пупея. Трудно сравнивать. Слишком трудно было Пупею в начале игры. Там этот пак их просто истязал. Под этой аурой дровки. Да, Хестер Жиротен 7-3-12. Догончик, Юл, Дайдер. Аэппин он сегодня был. Что на первой карте, что на третьей, вторая карта там не пошло совсем. Ну и Ледуза. Ничего особо делать не надо было. 3-0-14. Все айтемы статовые. На выживаемость стоял Билл. Ну, ниже среднего он сыграл. Там Саша намекает. Перед тем, что вся стата у него лучше, чем обычно на этом герое. Но Дота считает, что он сыграл ниже среднего, так же, как и Айс на Дроранжер. Ну, это понятно. Дроранжер 3-2-16. Такие все статы. И ГПМ не самый большой. И ХПМ не самый большой. Но браво Клауд Найн. Да, проходят дальше. Будут ждать проигравшего следующей пары. Следующая пара будет очень интересной. Мощный будет матч, согласитесь. Команды вчера показали прям супер уровень. И будет, будет, будет. Зачем посмотреть? Потому что битва друг с другом. Будут драться молодые дарования из Ярдании. Фиро против Миракла. Джи Аш. Там же Фата против Куру. Очень круто. Очень круто. Ну, что же. Пауза будет небольшая. Минут 10-15. Ну, и Ликвид против Берс. Через 15 минут. Финал, Винаров.